Брёнгамфи Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главные темы сегодня – налёт по-рязански. Разбойники грабили офисы с игрушечным пистолетом. Каратэ, как образ жизни, в Рязани прошло первенство города по этому виду спорта. Силовики стали ещё сильнее. Турнир по специальному многоборию провели правоохранители. А теперь идти и другие новости в подробном изложении. В Рязани поймали разбойников. Тех, кто хочет всё и сразу, становится, к сожалению, больше. Невесёлые тенденции решили продолжить налётчики, избравшие своей специализацией офисы так называемых «быстрых кредитов». Схема была простая, как таблица умножения. Как правило, за офисным столом в магазине малого кредитования работают молодые девушки. Опять-таки, как правило, их никто не охраняет. В общем, самый настоящий бизнес по-русски. По принципу авось и так сойдёт. Разумеется, криминальные деятели быстро к этому приспособились. Молодой человек заходил в зал, осматривался, доставал пистолет и через несколько мгновений скрывался с деньгами, которые испуганные девушки безропотно вручали разбойнику. Работали налётчики регулярно, что называется, в смену. Только в апреле они совершили четыре нападения. В шапках, очках, маскируясь, преступники действовали небывало дерзко. Даже не постеснялись во второй раз заявиться в офис, который уже когда-то ограбили. Дальше уж и вовсе всё получилось, как в скверном анекдоте сотрудницы быстрых кредитов. Возьми да скажи, нету, дескать, денег, потому что кассир на обеде. Ждать, понятно, разбойник не стал, пошёл в освояси. Девушка успела сообщить о посетителе полицейским. Налётчика догнали. Оказалось, грабили офисы с помощью пневматического пистолета. А до этого вообще использовали муляж. Деньги, как положено джентльменам удачи, пропивали в ресторанах и ночных клубах. Возбуждено пять уголовных дел. Деньги-то куда девать? Хороший вопрос. Гениальный ответ. Потратил. А куда девать? Ну как? Ну просто потратил. На разные вещи. Ходил по клубам, по ресторанам. Оперативники, конечно, молодцы. Но вот к хозяевам быстрых кредитов вопросы, безусловно, есть. Юные девчонки работают с деньгами, без охраны, рискуют жизнью. Какие-то меры безопасности, надо полагать, отсутствуют. Потому что с игрушечным пистолетом преступники запросто офисы грабят. И всё это, судя по всему, воспринимается их начальниками как должные. Да так скоро и школьники пойдут на дело с деревянным маузером. Что касается силовых структур, то они в эти дни без дела, разумеется, не сидели. И проявили себя силовиками в прямом смысле слова. На плацу Лизанской академии Евсин прошёл турнир по силовому многоборию, где наши защитники показывали в хорошем смысле всё, на что гораздо. За игрой мускулов и проявлением силы воли настоящих мужчин наблюдала Олеся Харлина. Соревнования на Кубок погибших спецназовцев проводятся уже второй год подряд. Для курсантов военных училищ силовые упражнения, турник, перетягивание каната и бег с ящиками песка – ничто иное, как тренировка профессиональных навыков. Там вместо песка будут уже боеприпасы, а сила и сноровка понадобятся на поле боя. В первую очередь это воспитание патриотизма, так как здесь участвуют и кадетские классы, первый курс Академии ФСИН и, конечно же, в первую очередь и память о погибших. Примечательно, что все участники обладают разными физическими характеристиками, а некоторые и вовсе делают ставку на моральную подготовку. Психология спорта очень помогает, в частности, когда волнение перед соревнованием, именно перед выступлением, как-то подавить его и настроиться именно на нужную волну для того, чтобы победить. В настоящем бою никогда не знаешь, что именно может сыграть роковую роль. И сегодня действующие бойцы спецназа несут службу в командировках. Участники соревнований понимают, что однажды и они примут эту эстафету, и там одержать победу будет куда важнее. Накануне выходных в Рязани открылся фестиваль японской культуры. Было интересно. Ну, скажем, попробуйте написать сочинение на японском. Тут и на родном языке не всякий справится. Кроме того, проходили конкурсы танцев, оригами, кибаны, чайной церемонии. К японской культуре приобщалась Елена Вожакова. Студенты различных вузов, а также гости, пришедшие в Рязанский государственный университет, смогли на время перенестись в страну восходящего солнца. В РГУ состоялся ставший традиционным фестиваль японской культуры. Вот уже восьмой раз университет распахнул свои двери для всех любителей далекой страны. Открыл фестиваль конкурс ораторского мастерства, на котором все желающие могли выступить с сочинениями на японском языке в театральной манере. Фестиваль японской культуры посетила иностранная делегация во главе со вторым секретарем посольства Японии в Москве. В состав членов жюри вошли представители японского фонда, организации международного образования «Восток-Запад», представители бизнеса и преподаватели японского языка в российских вузах. Я думаю, такое выступление очень хорошо для изучения языка, чтобы улучшить устные способности. Поэтому надеюсь, что и дальше эта традиция продолжается. Японские слова и команды звучали в эти выходные в спортзале 46-й рязанской школы. Здесь проходило первенство города по карате. Соревнования по этому виду боевых искусств проходят все чаще, поскольку более демократичного спорта, по всей видимости, не существует. Все, что нужно ученику или даже сенсею – кимоно и пара квадратных метров ровной площадки. Дальше только совершенствование, которому, как известно, нет предела. И целый мир древнего единоборства с его философией, мудростью и неповторимым восточным колоритом. Карате – путь пустой руки. Это честно, мужественно и благородно. Победить вооруженного соперника, используя филигранную технику, наработанную годами тренировок, раньше от этого зависела жизнь мастера. Теперь карате – скорее путь познания себя, способ самосовершенствования. Поэтому, казалось бы, закрытый для посторонних азиатское умение распространилось по всему миру. Уважают и любят его и в Рязани. Один из энтузиастов этого спорта – президент региональной федерации стилевого карате Рамиль Сакаев. Долгое время его мечтой было сделать искусство пустой руки массовым видом спорта в регионе. Возможно, сейчас эта мечта сбывается. Турниры по карате собирают в Рязани все больше участников. У нас прочли вся наша федерация карате. Все районы города, можно сказать, Дашки, Московский и так далее. Обратили внимание на карате и власти. Если раньше о поддержке соревнований спортивными чиновниками говорить не особо приходилось, то теперь начальство повернулось лицом к этому виду спорта. Так что – оригато вам! То есть японское спасибо! В этом году очень хорошо, что комитет по физической культуре выделил нам очень хорошие призы, очень хорошие кубки. Ребята на них смотрят и очень хотят их получить. Поэтому медали, кубки получат. Ну, еще другие призы. Плюс есть, конечно, специальный сенсеевский приз. Это самый эффективный боец. У нас получит премию сенсея 100 евро. Пенсия города по карате стала своеобразным итогом сезона. Хорошим, надо сказать, итогом. Пока молодые бойцы учатся ставить непробиваемые блоки, наносить неотразимые удары в формальных комплексах, сенсеям приходится режать административные проблемы. В Рязани с этим стало полегче. А значит, карате по-настоящему стало массовым спортом. И еще о младежи, о рязанском будущем и о проблемах, которых хоть понемногу, но убавляется. Еще один детский сад открылся в столице области. Там, где раньше ничего такого и не было. Поселок Ворошиловка обзавелся новеньким детсадом с изящно ласковым названием «Акварелька», рассказывает Елена Вожакова. Для жителей поселка Ворошиловка открытие этого детского сада имеет огромное значение, ведь раньше его здесь не было вообще. Теперь же у людей появилось дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 мест. А значит, в ближайшее время поселок будет обеспечен местами для детей от 2 до 7 лет. В торжественном открытии сада «Акварелька» приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев, представители регионального правительства, администрации Рязани, городской думы, воспитатели, дети и родители. В рамках долгосрочной целевой программы социальное развитие населенных пунктов на строительство и оснащение «Акварельки» было потрачено 74 миллиона рублей из областного бюджета и почти 16 миллионов из городского. Группы «Игровые зоны садика» полностью оборудованы в «Акварельке», есть музыкальные и спортивные залы, современная прачечная, пищеблок, медицинский пункт и игровые площадки с мягким покрытием на улице. Здесь много всего предусмотрено, и шикарный пищеблок, и медблок, и шикарные детские участки. У нас вот еще оборудование подвозится, то есть мы будем, конечно, как конфетки, скажем так. К открытию сада подготовили 8 групп, 5 из которых для общего развития и 3 группы для детей с нарушением речи. Полностью подобран педагогический состав, обслуживающий персонал будет набираться по ходу работы. На сегодня всего добрых нам всем новостей, летнего солнышка и хорошего настроения. До встречи во вторник. Знают взрослые и дети о том, Как мы вкусно и душевно печем Брян конфи Готовим вкусно, словно мама Где бы ни был, ты возьми с собой брян конфи Брян конфи Всегда уютно рядом с нами Приходи с друзьями в семью брян конфи Брян конфи Попробуй и ты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова